Всем привет! Эта рубрика пользовалась большой популярностью перед выходом текущей части FIFA, и мы решили вернуться к ней перед выходом FIFA 20. В ней мы будем рассказывать о непопсовых клубах с интересной историей, за которые прикольно будет скатать карьерку. Кстати, напиши в комментариях, за какую команду ты отыграл свою самую интересную карьеру и чего добился с ней. Самые крутые комментарии мы покажем в следующем выпуске рубрики. А перед тем, как мы начнем, хотим поделиться с вами крутой новостью. Наши партнеры из компании 1xbet приготовили для вас сюрприз. Специально для наших подписчиков 1xbet дарит бонус в 100 баксов при первом депозите. Переходи по ссылке в комментариях, регистрируйся, вводи промокод кибербол и получай крутые бонусы. 1xbet быстро, качественно, надежно. Поддерживай свои любимые команды только там. Сейчас как раз можно хорошенько заработать на матчах Кубка Африки и Кубка Америки. А первой локацией рубрики «За кого начать карьеру в FIFA 20» станет серия А и ее достаточно неординарный новичок Брешия. В итальянской элите эта команда появлялась в последний раз в сезоне 10-11. И вот в минувшем розыгрыше серии Б Брешия стала чемпионом и получила долгожданное повышение в классе. Но до этого команда долго балансировала на грани вылета в третьей по силе дивизион и в какой-то период была на грани банкротства. Затем за клуб взялся Массимо Челлино, который ранее владел Кальяри и Литцем. Этот персонаж в футбольном мире славится своим непростым характером и любовью к тренерским сменам. Но для этого скромного клуба он стал настоящим спасением. За свою 108-летнюю историю Брешия не имела громких побед. Четыре раза команда побеждала в серии Б. Однажды доходила до полуфинала Кубка Италии и играла в финале Кубка Интертото. Последние два достижения пришлись на начало нулевых, когда в жизни Брешии был весьма неординарный период. В то время в составе команды зажигали настоящие легенды Роберто Баджо и Хосеп Гвардиола. Также в разное время за Брешию выступали Андреа Пирло, Матуза Лем, Марек Гамшик, Лука Тони, Даниэля Бонеро и другие видные футболисты. В общем, с молодежью там умели и умеют работать. Собственно, сейчас главной звездой клуба является его молодой воспитанник. Речь идет о всем известном вундеркинде FIFA Сандро Тонали. Новый Пирло был ключевым исполнителем команды в серии Б и умело связывал игру в центре поля. И для клуба, и для самого парня лучшим развитием событий сейчас видится вариант, при котором Тонали еще хотя бы годик поиграет за Брешию. Боссы клуба гордо заявляют, что Тонали не продается. Еще одним важным звеном команды является пара форвардов Донна Рума Торре Гросса. Альфредо Донна Рума, который не является родственником миланских вратарей, перешел из Эмполи за сумму менее чем 2 миллиона евро. В итоге он наколотил 25 голов и стал лучшим снайпером серии Б. Его напарник Эрнесто Торре Гросса записал на свой счет 12 голов и 11 ассистов. Что касается видных личностей по меркам серии А, то за Брешию бегают опытные Даниэле Гастельделло, Леонардо Морозини и Даниэле Десена. На тренерском мостике команды находится 48-летний Эудженио Корини, который в бытность футболистам в нулевых неплохо пошумел в составе Киево. Он принял команду в третьем туре серии Б и уже в январе Брешия вырвалась на вершину, чтобы никому ее не уступать. Понятное дело, что с нынешним составом в серии А команде будет непросто. Поэтому уже сейчас Брешия неплохо шумит на трансферном рынке. Клуб проявляет интерес к персоне легендарного Джиджи Буфона. Пусть даже этот вариант и кажется фантастическим. Также среди потенциальных новичков фигурируют имена Кристиано Сапаты, Кейсуки Хонды и Франческо Капуто. Что касается Фифа, то в текущей части у Брешии был трансферный бюджет в 7,5 миллионов виртуальных евро. После выхода в серию А в Фифа 20 он будет на несколько миллионов больше. При игре за Брешию идеальной политикой будет выращивание собственных талантов и привлечение больших звезд, карьера которых подходит к концу. Так эта самобытная команда действовала в лучшие для себя времена. И по нашему мнению вариант с Брешией будет одним из самых интересных для тех геймеров, которые выбирают для себя серию А, но не ищут легких путей в ней. Ставь лайк, если тебе нравится рубрика «За кого начать карьеру» и ты будешь ждать ее новых выпусков. Пиши в комментариях рассказ о каком клубе хотел бы услышать ты. И не забывай подписываться на Кибербол, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. До скорого!